Общественная палата будет готовить наблюдателей для выборов. Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России объявила о запуске программы обучения независимых наблюдателей на выборы всех уровней, которые пройдут в 2021 году. Программа носит абсолютно открытый характер и в ней могут участвовать все общественные организации или партии, чьи волонтеры в соответствии с российским законодательством готовы и могут быть наблюдателями. Подробнее об этом и вообще о роли наблюдателей в выборах сегодня в рамках программы «Парламентский вестник» поговорим с депутатом Народного собрания, председателем регионального отделения политической партии КПРФ Кемалом Беддаевым. Кемал Курманович, здравствуйте. Общественная палата Крачево-Черкесия будет готовить и обучать общественных наблюдателей на предстоящих осенью выборах. Ваше мнение, насколько полезна эта инициатива Общественной палаты? Вообще считаю, что это ненужная функция Общественной палаты влезать в выборный процесс. Я думаю, что в Общественной палате есть свои функции, свои должности, своя работа, грубо говоря. В выборном процессе это дело политических партий, чьи интересы будет защищать Общественная палата, если от них нет невыдвиженцев. В моем понимании так, что субъекты выдвижения, будь то депутаты, одномандатники, политические партии. Пожалуйста, ставьте своих наблюдателей. Общественная палата выдвигает, что будет обучать, грубо говоря, хотя это все должно происходить по методикам, значит, Санкт-Избирательной комиссии, но все равно мое мнение, то, что это должны делать, вернее, политические партии, субъекты выдвижения кандидатов на выборы. Но в то же самое время, если я где-то услышу, что Общественная палата написала жалобу, то есть представители Общественной палаты, что провели такие-то нарушения, что там завышенная явка, что произошел какой-то сброс, то, естественно, я свои слова определенно обратно возьму. Но пока таких фактов нет, и поэтому я считаю, что это чистый популизм, который не нужен для того, чтобы затуманить выборы и скрыть реальный результат. Готовите ли вы своих наблюдателей? Сколько, какие задачи перед ними стоят? Естественно, на каждых выборах мы всегда готовим своих наблюдателей. Уже у нас постоянный костяк есть практически по всей стране. У нас по республике порядка 250 избирательных участков. Надо на каждый приготовить членов комиссии с решающим голосом. Они заранее подаются к членам комиссии с совещательным голосом, наблюдатели. И вы представляете, каждая партия около 1000 человек надо минимум готовить, чтобы... Это только в нашей республике. Конечно, эта задача очень сложная. Подобрать наблюдателя независимо, как я раньше говорил, человек, который может выступить на избирательном участке и показать на нарушения. А вы прекрасно понимаете, какое давление идет на наблюдателя, потому что там представители администрации приходят, зачастую незаконно находятся на избирательных участках. И кто их просит, не просит, они приходят, якобы этот процесс начинают контролировать, начинают давление. Если человек где-то еще работает на каком-то, пытается ему иногда и работу потерять боится, потому что якобы влезается процесс, который угоден власти. А тут никуда не денешься, всегда власть пытается сделать выборы под свою дудку. В этом плане, конечно, всегда очень трудно готовить избирателей. Но всегда мы наших избирателей нацеливаем на то, чтобы выборы всегда проходили честно, чтобы реальная явка была, чтобы избирательный процесс, который проходит именно на участках, не нарушался. У нас в последнее время мы наблюдаем не только здесь, в Карачаево-Черкесии, во всей стране много видов всяких фальсификаций. Начиная от сбросов в бюллетени, подвоза участников. Люди голосуют на нескольких участках. И этот процесс очень трудно отследить. Некоторых наблюдателей нет полномочий пойти посмотреть, кто и как голосует, только внешне определяют. Поэтому процесс очень трудный и на плечи наблюдателей падает очень большая ответственность. Здесь даже очень трудно оперативно и партии вмешаться в таком плане. Поэтому очень важная задача, я считаю, что наблюдатели. И мы, естественно, готовим. И вот на предстоящих выборах Госдумы опять уже началась подготовка. Надо подготовить минимум 250 наблюдателей. Это минимум. Сейчас на выборах используются различные технологии, в том числе коммуникационные, которые мешают выборам, мешают прозрачности. Появляются разные фейковые видео, фото. На ваш взгляд, как этим противостоять и роль видеокамер на участках? Знаете, этот опыт, начиная, по-моему, с выбора президента 2011 года. Такого эффекта, скажем так, чтобы по этим камерам было большое количество разбирательств, мы не наблюдали. Тем более, там есть специальная процедура хранения их, излечения, грубо говоря, чтобы достать из хранилища, то видеофрагмент, скажем так, проходит от трех до шести месяцев, за которого длится процесс. И то поэтому я, по крайней мере, только знаю малые эти случаи, которые вырываются в интернет, и там и центральная избирательная комиссия проводит свои расследования. Можно сказать, что какой-то должностной большой эффект произошел у этих видеокамер, нет. Я сказать не могу. К сожалению, сам выборный процесс себя дискредитировал, и поэтому мы наблюдаем и среди населения, что они в основном не хотят идти на выборы. Якобы результат уже как бы известен, получается так. И в принципе их можно понять действительно. Я, к примеру, говоря, давно участник выборного процесса. Я помню победу даже здесь, в городе Чергейске, нашего коммуниста Михаила Михайловича Якуша, который был мэром города. Так вот, надо сказать, что в то время действительно был реальный выбор, реальный процесс был. Люди считали на участках до последнего. Сейчас этого не происходит. Почему-то даже избирательные участки то затягивают процесс по подсчетам голосов, то наоборот, выдают результаты. И все почему-то ждут команду сверху. И не только здесь, это в масштабе республики. И сверху, грубо говоря, Москва уже даже пытается этот процесс контролировать, давая какие-то контрольные цифры и так далее, и так далее. Получается, весь процесс не получается, он подконтрольный и где-то какие-то изменения практически невозможны. Тем более, любой чиновник, получая какую-то остановку, он кровь из носа пытается это все выполнить. Несмотря на какие-то протесты, в основном, наших наблюдателей, членов комиссии, совещательным голосом. К сожалению, вот этот процесс. В этом страдает только народ, народный Карачаево-Черкесия, потому что воля и изъявления его на самом деле установить до конца не устается. Поэтому мы все должны работать именно на прозрачность выборов. Для того, чтобы они были, именно отождествляли мнение народа, скажем так. В шести регионах России, но не в Карачаево-Черкесии, эти выборы пройдут в электронном формате. Ваше мнение, нужно это или нет? Впервые эту технологию попробовали в Москве на выборах два года назад. И надо сказать, что наши товарищи были не в восторге. Этот процесс, по крайней мере, на тот момент, хотя после этого предпринимались попытки как-то упорядочить его, проконтролировать практически невозможно. Мы не знаем, кто руководит этим процессом, кто выводит окончательный итог. Возможно, голосуют совсем по-другому, но окончательный итог программа может вынести совершенно другой. В каком количестве голосуют? Имена людей, которые голосуют? Конечно, они должны оставаться тайными. Но как этот процесс проследить? Вот этот момент я не смог нигде выяснить сам для себя. Поэтому я, конечно, отношусь негативно. Получится так, что электронное голосование в нужный момент может изменить результат любое удобное, грубо говоря, кто владеет кнопкой поправки этого электронного голосования. И опять-таки результат окажется нечестным. Наша фракция в Госдуме выступает против электронного голосования. И здесь депутаты парламента Карачаева, Черкесия. Любое упоминание дистанционного, скажем, электронного голосования у нас вызывает негативную, прежде всего, ассоциацию. И мы голосуем всегда против этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова